Второй разновидностью формальных логических ошибок являются ошибки деления понятий при их классификации. В первую очередь это утрата основания определений. Дело в том, что деление понятия должно происходить только по какому-либо одному основанию. Это означает, что в содержании исходного понятия необходимо найти один единственный признак, который будет различаться у элементов, входящих в объем данного понятия. Такой признак и называется основанием деления. К примеру, для политических партий Древнего Израиля таким признаком могли служить их убеждения по отношению к Риму. Так, фарисеи шли путем внутренней реформы, саддукеи выбирали компромисс, исеи предпочитали самоизоляцию, зелоты провоцировали бунт. Народ же, пресловутые 72%, как всегда, следовал указаниям тех, кто в курсе. Нарушением требования единого основания для деления было бы включение в одно перечисление нескольких подмножеств элементов, входящих в объем исходного понятия, но выделенных на различных основаниях. Ну, например, влиятельные секты Древнего Израиля делятся на саддукеев, книжников, фарисеев и народ. Такое деление ошибочно, потому что свои книжники были у фарисеев и у саддукеев, и даже у народа были свои книжники, об этом мы читаем в Евангелии от Матфея 2 глава 4 ст. Понятие «книжник» отражает не религиозно-политические взгляды, а авторитетность знаний и истолкований писания. Значит, в приведенном ошибочном примере разновидности сект были выделены одновременно по двум различным основаниям. Подобным же образом можно было бы книги в библиотеке делить на интересные, маленькие и зеленые. Если мы производим классификацию понятия, то есть многоступенчатое деление его объема, требование единства основания должно строго выполняться на каждой отдельно взятой ступени деления. Вторым типом ошибок при делении понятия является совместимость члена деления. Члены деления должны исключать друг друга. Это требование во многом является следствием предыдущего, оно нарушается именно тогда, когда деление объема производится не на едином основании. Ну, например, израильские секты делятся на фарисеев, саддукеев, народ Иосифа Аримафейского, Никодима и апостола Павла. Последние три элемента относятся к секте фарисеев. Соответственно, их различения относятся к более низкому уровню возможного деления понятия секции. Наконец, ошибки при делении понятия будет несоразмерность деления. Сумма объемов делений понятий, полученных в результате деления исходного понятия по выбору на нами основания, должна быть равна объему исходного понятия. При нарушении этого требования мы получаем один из трех типичных разновидностей этой ошибки. Во-первых, это неполное деление. Оно происходит, когда упущена какая-либо часть объема исходного понятия. Например, влиятельные древнеизраильские секты делятся на фарисеев и саддукеев. Пропущен народ, без поддержки которого ни одна из них не имела бы влияния. Во-вторых, деление с лишними членами. Оно имеет место, когда сумма объемов составляющих понятия оказывается больше, чем объем исходного понятия. Например, влиятельные древнеизраильские секты делятся на фарисеев, саддукеев, народ и книжников. В-третьих, непосредственность деления. Эта ошибка касается многоступенчатого деления. Оно сводится к тому, что на каждой новой ступени деления объема исходного понятия следует отталкиваться от итогов предыдущей ступени деления. Так, деление животных на сухопутных, птиц и рыб будет неверным. Ведь, с одной стороны, птицы, как летающие, так и не летающие, гнездятся на суше, как и мы верим в книге «Бытие», первая глава, двадцать второй стих. С другой же стороны, не все водоплавающие существа – рыбы. Например, китообразные – это звери. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова